Диалог с Уладой. Владимир Сямашка провел выездный прием у Светлогорску. Прыгажость, якая лечить у шпиталей инвалидов Айчинной войны, пройшел конкурс «Мисс Медицинская краса». Люди с необмежаванными махчымастями. Туристичный взлет «Палесская веселка» у девятый раз собрал денег у Мазырским районе. А зараза быгаты мы иншим, больш подрабязна. Администрация президента Беларуси протягивает выездные приемы грамадян у регионах. Завтра с 11 до 13 годин у Добрушским райвыконками прием проведе помощник президента, инспектор Пагомельской области Юрий Витольдович Шулейка. Работа у таким формате допомагает знайсти основные проблемные пытания и оперативно вырошить их. Так само гэта махчымасть проводить мониторинг ситуации на местах. Тым часом пытания, связанные со сферой энергетики, так само землекористанием, оказались и в центре уваги под часу встречи наместника премьер-министра Беларуси Владимира Семашки с жахарами Светлогорска. Люди отримали отказы от поведной службы доручения. Репортаж Дмитрия Котова. Первые сироты, кто записался на прием, – члены садового товариства «Лясное». Свои земельные участки, размещенные под высоковольтными линиями электропередач, жахары Светлогорска отримали у аренду еще в 1982 году. Тогда небеспечное суседство никого не хвалявало. Ни мясовых уладов, ни самих землекористальников. До пытания безопасности звернулись только в 21-м стагодзе. Людям пропонуют вызвали земельные участки до листопада этого года, сшим яны категорично незгодные. Когда тогда давали, нам никто не говорил, что это убьет меня, что это вредно. У нас есть устав на это общество. У нас есть написано в том уставе, что мы имели право, что не имели право. Да, капитальное строение мы не имели, но домики строительные у нас написано можно. Кусты, деревья, косточки, там, каких-то садить, ну, невысокие. Першопочатковый термин аренды без права протяжения заканчивается в 2019 году. Однако потом расшение мясовых уладов изменилось и вызволить участки уже необходимо, значительно ранее. У якости альтернативы людям пропонуют выбрать из 2000 покинутых охородов. Такий вариант членов садового товариства не задовольняя. Приводить в парадок невыкористовуемую долгие годы землю уже не дозволяя взрослых и здоровья, а наймать специалистов для их дорого. Просьба до наместника премьер-министра вернуть першопочатковое решение об аренде до 2019 года. После чего люди доброхотно готовы и покинуть свои земельные участки. Отказ члены садового товариства отрымали станучи. Владимир Семашко отзнашает, что это пытание можно было вырешить и на мясовым узровнем. Есть же правило такое. Власть должна, власть в том ценится, что если сказал вот так один раз, то так и должно. Ну и сказали, что это от 2019 года будет. Зачем людей баламутить и расстраивать. Вот сказали до 2019 года, а потом через пару лет принимают решение, давайте мы 2017 годом ограничимся. Ну это людей раздражать. Суть же вопроса была в том, что мы понимаем, что рано или поздно уходить надо оттуда. Ну и потом нам уже возраст, 74 года, как сказала эта женщина, да. Значит, дайте мне до 2019 года добыть, а потом потихонечко оттуда и уйду. А кроме этого же Хары Светлогорска на приеме у наместника премьер-министра узнимали пытания оплаты коммунальных послуг за жилые помешкания, у которых никто не прописаны, перопадовое электрозабеспечение и отремание патента на выноходничество. Усе свороты взяты на особистый контроль у Владимира Семашки. Люди приходят своими жалобами, предложениями. Конечно, надо по максимуму в пределах законодательства, в пределах возможностей бюджета и так далее помочь им. Не обещали невыполнимого мы договорились так, чтобы власть осталась довольна, так что это нормальное решение, компромиссное. И люди понимали, что это все то, что мы можем сделать сегодня для них. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отель «Радвёг» компания «Гомель» со Светлогорску. Протягиваем выпуск. В Гомельском районе автомобиль «Киары» насмерть сбил пешахода. ДТЗ отбылось 17 червяне у первой године ночи на автодорозе до Угалесия-Стукачоука. На третьем километре трассы 26-годовый водитель учинил наезд на пешахода, который рухался по левым краю проездной частки на сусрыш автомобилю и не был обозначен светлоотбивальными элементами. А до отрыманных травм, 50-годовый пешаход помер на месте здарения. Як поведомили у ДАИ на территории Гомельской области, за минулые дни было зарегистровано 67 дорожно-транспортных здарения, у яких 3 человека загинули и 5 отрымали телесные пошкоджения. Пожар со смиротным заходом зарегистровано у недели у Хойницким районе. Трагеды отбылася у леса побачь звездкой Дубровица. До супрасовника у Хойницкого районного отдела МНС у 15-30 поступило поведомление об узгорании металличного вагончика. Коли вырытовальники прибыли на место здарения, он был полностью охопленный полыми. После ликвидации пожара под будовничными конструкциями был знайден и труп мужчины 1958 года на Раджене, рабочего Василевицкого пункта открытого акционерного товариства Гомель-Дреу. В результате пожара сгорел металлический вагончик. Причина пожара устанавливается. По факту гибели мужчины проверку проводит Хойницкий районный отдел Следственного комитета. Нагадаем, что с завтрашнего дня на территории региона будет проходить комплексная проверка автоматизованной системы централизованного оповершения громадянской обороны с заключением электросирен. В период проведения проверки МНС просит заховывать спокоя, заставаться на своих местах, уважливо слухать поведомления диспетчера. День за днем множество падей, але нас цікавить головные. Кажут створальники ток-шоу на телеканале «Беларусь-4» и протягивают обмерковать актуальные темы життя региона и краины. Лето – бесклопотная пора, великие каникулы. Чим заняты наши дети? Часто той самый вольный час под штурховый их да небеспечных гульняв и учинкау. Обмерковать тему студии собрались специалисты комиссии по справах неполнолетних, прокуратуры, управления адекваты, асвод и даи. Глядите ток-шоу «Головная тема» сёння у 19.20 на «Беларусь-4». Конкурс «Прыгажосте» Грация «Мисс Медицинская краса-2017» прошёл Гомельским областным клиничным шпиталі инвалидовайчинной войны. У споборництві прайняли удел 10 супрацовниц установы. Организатор конкурсу – Центр моды и прыгажості «Хрустальная нимфа». У мая отбывся кастинг, по выніках якого отбор пройшли 10 конкурсанток. На протягу трохтыню яны працавали с профессийными хореографами и выкладшиками по дефиле. Конкурсантки навыдатно справились с хваляванием и достойно выступили. По выніках усіх конкурсных испытыв титул «Мисс Медицинская краса» отрымала Анастасия Семяненко. Дзявятый областный туристичный взлёт «Палеская весёлка» прошёл в Мазырском районе. На березі Припяти палаточный городок разгорнули 13 команд взрослых регионов Гомельской области. У дзельники взлёту – люди с обмежованными махчымастями. Для их вельми важно провести некалькі дзён на природі, сустреть старых сябров і завязать новые знаёмствы. Протяг темы у сюжете наших мазырских коллег. В сёліта «Палескую весёлку» організаторы вырэшылі прасвятіць тымі рыбалкім. Сама атмосфера злёту гэтам ўспраяє. Трэба внести толькі крых ў свайгу кріатыву. Выхованка дзяленья дзённого знаходження для інвалідаў з Калінкавічаў – Марына Баранова ў в образі золотой рыбкі. Марына – турист бывалы. Інкнецца не прапускать ні аднаго мерапріемства. Для яе гэта махчымась на некалькі дзён выплыць з ракі будням і акунуцца ў Мора Пазытыву. Мне очі нравіцца, я пачті з перава дня саздання цього турзлёта. Тут весёлые рэбята. Дружны коллектив, каторый здець выступаець. Гэта ўжо девятый паліку туристычный взлёт «Палеская весёлка». Што ход мерапріемства проходзіць ў тым же месты і ў той же час в Мазырскі район – Чэрвінь. Ребят, всегда масса положительных впечатлений. Очень приятно встречать старых друзей. Ребята тут не просто отдыхають, а это действительно то мероприятие, которого ждут. Туристичний взлёт – це не просто пассивна пашінах на природі, а це з повірністом. Придумати себе назву, подрахтувати презентацию лагера, оборонити її, а яшо показати, на що здольна в плані кулинарів. Мы решили испечь леща, которого славили в своєй рікі Днеб. Команда із Лоєва. І вместе с воспитанниками ми його приготовили на костре. І хотім сьогодні преподнести всім гостям, які здесь знаходяться. Головний прыс туристичного взлёту «Палецкая весёлка» сёлят отримала команда Лоєвська района. Перемога безумовно приємна. Але куды більш каштоўна, для удзельника взлёту махчамось наладзіць добре адносіны з іншими людьми. Віктория Сіницка, Светлана Груцько, Юрий Горобец, Телеканал Мазыр. Дожжи на вольнице прогнозуються рухе ёні заутро. Опадки наибольшевергодные по заході в область у другой полові дня. Температура поветра у ночі складе от 11 до 16 градусів. У день буде 24-29 в шей за нуль. У ночі на Сираду на большей частій території пройдуть дожжи і на вольнице. Ветер узмотнеться до 15-20 метров за секунду. У день буде переважно без опадков. Максимальна температура поветра складе плюс 25 градусів. До конца тыдня опадки не прогнозуються. Дзённая температура захаваецца на узровні 20-25 градусів. Гэта інші новіны вы можця знайці на нашым сайці у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by Далі у ефірі «Спартывний агляд». З новіными спорту вас познайоміць Максим Савін.